В сентябре месяце у меня выходило где-то в районе 112 рублей за ОДН. До сентября месяца все дома платили такие деньги. Каким образом начислялись деньги, почему сейчас такие суммы, почему сейчас, мы догадываемся. Но опять-таки, больше всего волнует, а куда эти деньги поступают. Жительница улицы Фадеева Галина Бычкова держит в руках квитанции об оплате коммунальных услуг. С 19 дома часть домов на улице Фадеева обслуживает частная управляющая компания ЖЭК. Она же выставляет счета за общедомовые нужды. Собственники уверяют, эту статью оплачивают регулярно и в полном объеме. Но вот до поставщика услуги Севэнергосбыта деньги не доходят. Где оседают вопрос. На сегодняшний день ЖЭК задолжал энергетикам более 2 миллионов рублей. Мы регулярно посещаем компанию ОЖЭК, приходим туда старшими домов. Ходят, благо далеко идти не надо, через дорогу. Но в разумительных ответах или помощи практически никогда не получают. Владимир Чемрад тоже пытался узнать, куда пропадают деньги. И не один раз. Приходил в управляющую компанию, писал обращение. Без результата. Мы не можем никак узнать, соответственно, где наши деньги, которые мы платим управляющей компании, на которой она должна работать. Они, как у них мнение сложилось, что якобы мы, они, вернее, нас наняли, чтобы мы платили деньги. Ситуация с этой УК – случай в нашем городе не единичный. Еще один пример – УК «Севжилсервис». Компания задолжала энергетикам 18 миллионов рублей. Организация собирала деньги с населения через Севастопольский расчетный центр, который должен был перенаправлять полученные средства СУ со снабжающим организациям. Но этого не делал. Кроме того, руководитель крупнейшего должника находится в исполнительном розыске. Однако это не мешает данной организации получать новые МКД в свое управление. На сегодня мы имеем задолженность по частным управляющим компаниям в размере 48 миллионов рублей. При этом около 90% указанной задолженности уже зафиксированы решениями суда. Имеются исполнительные листы, то есть в полном объеме подтверждена. Кроме того, расчетные счета большинства компаний-должников арестованы органами ФССП на потяжении нескольких лет. С вопросом хронических долгов частных управляющих компаний за электроэнергию Севнергосбит неоднократно обращался в контролирующие и надзорные органы. И уже не в первый раз инициирует проведение круглых столов совместно с городскими властями и жителями. Цель – выработать единый механизм противодействия таким должникам, чтобы из-за управляющих компаний не страдали добросовестные граждане. По словам главы Департамента городского хозяйства, 98% жителей домов платят за электроэнергию. Мониторинг этой истории всей возможен. Первое. Во-первых, собственник жилого помещения должен вызвать представителя управляющей компании в установленном законном порядке за 10 дней, уведомить о том, чтобы данные граждане пришли в виде руководителя и отчитались о потраченных средствах. Еще в июне прошлого года компания Севнергосбит выступила с законодательной инициативой – вести прямые расчеты с населением не только за собственное потребление, но и за общедомовые нужды. Депутаты предложения поддержали и подготовили обращение на имя председателей правительства и Государственной думы России. По вопросу внесения изменений в жилищный кодекс Российской Федерации, в части регулирования вопроса оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании в содержании общего имущества в мегапартирном доме. То есть мы так предлагаем, чтобы это было включено в одну платежку. То есть обращение сейчас будет вынесено на ближайшую ЮРПУ, это Южно-Федеральный округ проводит у нас. Я туда лично поеду и буду отстаивать этот законопроект, чтобы его поддержали все Южно-Федеральные округи. Нас действительно поддержали, это очень положительная тенденция. Не первый субъект, кто выступил с такой инициативой. И я надеюсь, что все-таки мы продвинемся здесь наиболее успешно. Интересно было услышать позицию директора, было интересно услышать позицию СЕФ «Энергосбыта» и выработать общую какую-то стратегию. Между людьми, вот это и есть связующее звено, между властью, ресурсниками, людьми. Это правильно, это хорошо. «Энергосбыт» подчеркивает, своевременная оплата электроэнергии дает возможность производить расчеты с генерирующими компаниями на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также с сетевыми организациями. От этого напрямую зависит бесперебойная подача энергоресурса населению. Святослав Данилов, Михаил Волобуев, Новости Севастополя.